дорогие друзья с вами на канале голос силиконовой долины светлана портнова и сегодня мы беседуем с борисом вот он сидит здесь рядом скажите хай а вот и мы будем показывать дорогу и разговаривать на всякие интересные что из питера и тимон занимались в питере я занимался тем самым строительством работал в одной из компаний несколько компаний как бы помогал также как подсотник никаких там рядовой строитель вот там я и набрался немножко опыта а сюда приехал тоже сразу рядовым вот и работал очень много дешево вначале учился всему здесь переучивался просто другая абсолютно стройка то что мы там бетонные здания бетонные кирпичи но да-да-да специфика другая все деревянные наши зрители думают что вот это все один в один а вот все переучиваться то что мы там основном металлоконструкциями занимались сюда обшивали шутрак и и все металлы обшиваются здесь все все дерево дерево одни тубайфоры называют тубайфоры полтора инчата на четыре вот все дома так просто все по-другому а давно уже здесь находятся я я приехал в 2003 году у меня вот себе приехали тихонечку но я слышал что вы уже получили уже лицензия целое дело а трудно получить лицензию контракторского то что это же не связано меня трудно мир не нет но она это не есть сформулировать просто получение лицензии вовсе не связано с тем умеешь ты что-то делать руками или нет совершенно другая история на это вот что там вот спрашивают нужно отработать иное количество лет я думаю года четыре настройки настройки здесь в америке и мало того тебя должны рекомендовать как специалисты которые не только выполняет работу которую тебе скажут а еще немножко организовывать в качестве организатор организатора поэтому если этого никто не сможет рекомендовать то вряд ли вообще допустят до школы она то есть это еще до того как мы говорим про знания какие-то должны быть какие-то формальные характеристики до обязательный должен быть четыре года как минимум а потом уже все можно аппликации аппликации если не набирается определенных референсов от контракторов которые тебя рекомендуют для обучения дальнейшего то наверное уже и не получится ну а сам экзамен это один экзамен или это несколько экзаменов там всего два экзамена один это законы закон обязательный экзамен контракты ну да в основном это все по строительству законы как как работать с людьми какие законы все это надо знать надо купить самому литературу готовиться самому можно пойти еще в школу тоже заплатить придется я сам но ведь экзамены это multiple choice сидишь за компьютером да это вот камера стоит перед контрактой да все сидят четыре часа один экзамен четыре часа другой а трудно сдавать его вообще с первого раза сдали нет нет я не с первого раза сдал и мне было трудно поскольку у меня вообще плохой английский и мне было тяжеловато все-таки эту терминологию я саму работу как бы знаю да а с английским у меня всегда были проблемы и вот особенно законы трейд я сдал там тоже не с первого раза с третьего раза а вот а вот уже лов я сдавал там сюда там серьезная терминология получилась в россии не учился а еще у них тенденция такая тоже когда получала акцензию по страхованию там еще тенденция такая они делают вопросы очень и ответы очень похожи на правду они отличаются там очень мелкими нюансами когда смотришь с первого это кажется что вообще все ответы правил очень все все подходят ответы и надо просто знать просто надо знать и вот и главное собой не возьмешь неправильные ответы надо запомнить и домой придти быстрее вспомнить все вопросы которые были и поработать с ними еще дома после экзамена иначе информация улетает как это было чего и вот каждый раз все побольше побольше у меня шансов все приближался к своими потому что кота 70 процент 66 процентов надо было набрать а там есть какое-то ограниченное количество раз центов можно ошибиться 20 нет это с одного экзамена а есть количество подходов ограничена сколько можно переставать 17 месяцев искренне бесконечное количество один раз в 17 месяцев несколько раз сколько раз ты успеешь за 18 месяцев сколько можешь переставить а если пройдут 18 месяц тогда что Ну, тогда опять все-таки учиться, заново в школу подавать. Понятно. А второй экзамен был какой? Аппликация можно опять заново. В принципе, да. Я думаю, что можно всю жизнь посвятить. Ну, да, да. Многие так это получается всю жизнь, да? В смысле, да, второй экзамен был о чем? А второй трейд – это профессия. Там меньше надо. Если лоу как раз-таки 66%, то трейд – это 72%. Но там спрашивается, как что делается или там спрашивают стандарты? С чем-то вопросов 4 часа, с чем-то вопросов там по 3 минуты на ответ. Но там вопросы связаны с тем, условно говоря, как плитку укладывать или стандарты на укладку плитки? Ну, разные есть экзамены. Есть экзамены, которые… Да. Есть экзамены, которые именно по профессии именно плиточника. Если хочешь получить лайсенс плиточника, то тут будут вопросы только связанные с плиткой. А если я сдавал только как на джинговый контракт, а это значит надо знать и плитку, и сантехнику, и электрику, и… Все трейды. Все трейды должны включать в себя знания. Но они, правда, не такие прям комплексные, большие, но они каждый раз разные. Я думаю, что надо знать все. Потому что все время одинаковых вопросов не бывает. Сколько я там был, ничего одинакового не было. По чертежам надо работать, надо сдавать письменную, калькуляцию сдавать. А калькуляция это имеется в виду вообще смету, да? Высчитывать правильные смету в целом там нет. В основном математика такая. Высчитывать площадь, цилиндры, глубины, ширины. И все это знать, какие гвозди, то есть там… Маркировку какую-то. Маркировку какую-то, да. Какой-то обвес. То есть там много чего. Ну, обуздоровчик, да. Все надо в это выучить. Это самое знать. Но я какие-то азы уже знал, и плюс у меня литература. Я сейчас уже опять же много чего стал забывать. Но пока это самое. А вот пока был свежий на экзаменах, я все это знал. Ну, а оно в работе конкретно помогает или это просто экзамен? В работе столько всего, конечно, не надо, но надо просто сдать экзамен. Поешь, помогает. Мне помогло. Немножко все изменилось после того, как я отучился. Ну, большое видится на расстоянии. Чем больше времени проходит, тем больше понимаешь, что уже, да, уже такой матерый. Мне стало как-то, да. Шансы, что я получу депрессию в Америке, уже они отошли в стоп. Ну, конечно, столько делал, как я депрессия. Что-то, что-то поучишься, что-то узнаешь, но уже полегче становится. Ну что, очень интересно. Сейчас мы с Борисом едем в магазин, где продается плитка керамическая. И будем закупать, у него машина большая. Будем закупать плитку и всякие сопутствующие материалы. Ну и вернемся дальше к разговору уже о плитке. Спасибо большое, Борис. Я думаю, что вас было слышно, хотя вы говорите очень тихо. Но мы постараемся вытащить звук подробче, чтобы услышали наши зрители. Спасибо. 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 Спасибо.